Решил Тима сварить маме суп. Наливаю воду, ставлю на огонь и готовлю. Лук, картофель, соль и помидор. Ой, стойте, кажется в солонке слышу разговор. Я считаю это задел бессмысленно. Кто вообще придумал пойти и послить суп? Если бы у нас вот много крупинков было. А так в огромной кастрюле супа будем почти незаменные. Я не думаю, что в этом есть наша задача. Подожди, подожди. По сравнению с супом мы совсем крошечны. Но у нас достаточно силы, чтобы приправить весь суп. А что, мне тоже надо участвовать? Я не решаюсь. Я бы лучше осталась здесь, в нашей семью. От меня ведь ничего не зависит. Правильно? Пойми, мы же создали для того, чтобы солить. А не решиться здесь в солонке и вести разговор с другими крупинками соли. Кулинарные беседы. Надо солить. Вот в чем твоя задача. Ну не надо так горячиться. Разве не хватило бы одного из нас? Как говорится представителя, чтобы послать суп. А почему без супа самому не прийти сюда, в нашу солонку? Все равно все больше любят перец. Нет, мне надо сюда суп. Суп такой мокрый. А я все-таки за то, чтобы послать кого-то одного. Кто изучал изустство приправы? Кто знает много прицептов на изуст? Я думаю... Тихо, пожалуйста. Вы слушайте меня. А так вообще мы не сдвинемся с места. А ну, крупинку соли. Вы хотите послать тогда, когда требуется сила всех нас? А если вы хотите ждать, пока суп сам потечет сюда, в нашу соленку, потом придется ждать очень долго. Вспомните, в чем наша задача. Мы должны солить. Что? Забыли? Зачем мы тогда совсем существуем? В то время, пока царило молчание, все крупинки вдруг почувствовали, что они очень важны. Они поняли свои назначения. Они позволили бросить себя в кустрюлю. Получается замечательный суп. Весь соль в земле. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь с соленой? Давайте не будем терять силу. Давайте вместе будем солить нашу планету. Это Иисус нам дал такой комплимент. В то время соль была очень и очень дорогая. Но оно может потерять силу, и тогда оно ничего не стоит. Если мы потеряем наши силы, то у нас ничего не будет драгоценного. Аминь.